Привет, друзья мои. Привет, Майчуз. Давайте со мной перейдем по ссылке в описании на страницу товара, на страницу Harmony Dine Black Hole. Вы создадите некоторую активность, которая поможет нам в будущем достать посейдоны на обзор. Ну а я зашел ознакомиться с характеристиками, так, возобновить в памяти, восстановить в памяти характеристики данных наушников. Давно они у меня уже находятся на руках, хорошо прогреты, в общем, хорошо я к ним подошел. И нашел здесь уже один отзыв. Один отзыв уже есть, и я хочу его зачитать вам вначале. Отзыв, на который мы можем опираться. Вполне себе, да. Здесь всего один отзыв, и он имеет две звезды, всего-навсего две звезды. Итак, зачитываю текст. Наушники выглядят красиво и хорошо сложены. Это факт, это действительно факт. Наушники прекрасно сложены. Используется алюминий, пластик и даже лучше, чем Harmony Dine Athena, более старшая модель. По качеству изготовления, материала, внешнему виду просто класс. Явно не на 99 долларов, как стоят эти наушники, а гораздо подороже. Они могли стоить и 300, и 400, и 500. Вполне себе. Хороши. Наушники молодцы. Наушники молодцы. Я протестировал его со своим звуковым Blaster X G6 Pro, Topping DX3 Pro. Главное, что Pro везде есть. И плюс Shanling M0 Pro. Ну, в общем, среднего качества сетап. Но тем не менее. Тем не менее. Звук совсем не детализирован. И он звучит как-то раздутым. Согласен. Не детализирован, несколько раздутым. Это факт. Как дешевые наушники Bluetooth. Ну, интересная параллель. Я так даже забавно становиться, читаю чей-то отзыв, поддакиваю, облегчаю себе обзор. Не все так просто. Мы на две части поделим сегодняшний обзор. И, в общем, я думаю, для удержания аудитории будет много кому интересно тут. Я возлагал большие надежды на этот продукт. Потому что бренд хорошо известен. Ну, действительно. Бренд вроде бы и молодой, но уже несколько продуктов. У меня был обзор и на Майчусы, на Чернов Эйва, на модель Атена. И на модель Зевс Элит. Причем такие интересные модели. Атена вообще относительно своей цены и относительно своих возможностей после мода. Это вообще просто как самородок такой, понимаешь? Мимо которого... Но я бы не рекомендовал проходить. Если вот бюджет ограничен. И хочется хорошего, качественного звука. И у тебя там руки прямые. Во всяком случае, ножнички ты умеешь в руках держать и отверточку. То из Атены можно вытащить звук как минимум на 300 долларов. Как минимум. А то и 500. Там такие высокие частоты можно добыть, что... Блин, я не слышал даже в фокалах и лирах таких высоких частот, как в Атене. И вот человек заканчивает. Я возлагал большие надежды на этот продукт. Потому что бренд хорошо известен, да. Но, к сожалению, я разочарован. Вот такой вот отзыв, на который я так опёрся, как вводную информацию даю. С которым тяжело поспорить. В принципе, это всё так обоснованно. Имеет место такое быть мнение. Вполне себе спасибо человеку за возможность такого моего вступления. Я вам немножко погружу в кадре, наверное, наушники. И потом мы перейдём за стол. Ещё поближе посмотрите. Но кто имел Атену или кто видел Атену, посмотрите, как сделана работа над ошибками. Это всего-навсего 99 долларов. Цена вот этих наушников. Просто класс. Они все глянцевые поверхности прикрыли либо узором, либо сделали матовую поверхность. Алюминий, пластик, регулировка оголовья. Просто с фиксацией такой классной. Мягкое оголовье. Ну, просто великолепно. Всё то же самое. Та же самая конструкция. Изменён просто внешний вид и поменян динамик относительно Атены. Та же самая полуоткрытая конструкция наушников. Просто класс. Просто класс. Просто класс, класс, класс. Вот. Вот так вот мы это всё дело имеем. Так, как я сказал, DD Audio Store, благодарю вашей активности. Переходите и давайте так. Человек предъявил претензию, что звук не аудиофильский. Да, он не аудиофильский. Действительно, звук простой относительно внешнего вида. Относительно внешнего вида звук должен быть лучше. И мы это добудем. Но в стоке мы должны отдавать себе отчёт вообще, что мы тратим 99 долларов, что мы можем на 99 долларов получить. И прежде чем придираться, а что дают нам конкуренты? А кто сделал лучше за эту цену? А кто сделал лучше? Недавно были у меня на обзоре ГОСТы от T-Audio. Вот они звучат ещё проще. И у них потенциал ниже. То Harmony Dine от Black Hole я считаю удачной покупкой. Стоят они 99 долларов? Да, однозначно они стоят 99 долларов. Однозначно. Но нужен ли тебе, вот каждому из вас, такой вот звук за 99 долларов? Вот это уже другой вопрос. С каким бэкграундом, с каким опытом, с какими требованиями человек зайдёт уже сюда? Вот тут большой-большой вопрос. Поэтому тут стоит дважды подумать. И эти наушники в стоке звучат просто? Да. Они звучат придушенно, примутненно, глухо. С провалами информационными между источниками звука? Это да, это да. Со средними показателями скорости, детальности, акцентов. Ну такое, с наползанием низа на середину. Всё это есть. Всё это есть. Но это, во-первых, фиксится. А во-вторых, может кто-то не сбалован. И такого звука будет достаточно. Понимаешь? И главное, главное, я уже говорил это в предыдущих обзорах, что у меня такое впечатление, что, ну, производитель знает, что делает. Ну, не будет за 99 долларов звучать наушник так, как за 150 или за 250. И поэтому, на фоне того, что динамиков плохих сейчас не делают, не делают такое впечатление, они сознательно придушивают. Потому что, к примеру, если мы возьмём Атену, где был динамик тоже карбоновый, ну, какой-то там углеродный, скажем так, с центральным колпачком металлизированным, который давал великолепные высокие частоты, очень информативные, звонкие, точные, детальные. И то они там были приглушены. Я рассказывал об этом, как был задемпфирован, заглушен динамик. То здесь они уже пошли по другому пути, поставили другой динамик с целлюлозным колпачком большего диаметра, который упрощает, уменьшает высокие частоты с натуральными классными тембрами. Но количественно и по возможностям заходить высоко, он ограничен, этот динамик. И тем не менее, они пошли тем же самым путём, залепили, задушили, притемнили. Зачем, почему? Ну, только производителю ведомо. Вот, то есть для таких заядлых прям вэчефобов. Вот, никаких высоких частот не хочу слушать. Но для сбалансированного звука здесь немножко придётся поработать. Поэтому перед тем, как перейти к столу, я скажу так, что наушники стоят 99 долларов. Они играют на эти 99 долларов, выглядят гораздо дороже. И потенциал у них есть, который нам предстоит сейчас откопать. Однозначно, Harmonic Dine молодцы. Классную продукцию делают. И я не разочарован, как я сказал. Поэтому звук имеем достаточно масштабный, с хорошей геометрией пространства, но который всё равно надо будет освободить. Плюс 50-миллиметровые динамики дают большой, крупный звук. Это отличный вход в полноразмерные наушники. Будет после затычек или вкладышей. Однозначно, это будут совсем другие габариты, размеры, образы, общей сцены, общего объёма. Это да. Но с вот этими большими, большими информационными провалами и тёмной, вот такой, тёмной, мутной подачей. А теперь переходим за стол, рассматриваем ближе и рассказываю, что вам можно будет сделать и как это будет. Продолжим за столом. Так, друзья мои, переходим в формат говорящих рук. Давно этот формат был. У меня уже и отвык совсем. А на Мэйчус, по-моему, вообще не было. Так, прежде чем я покажу шаги по моду, которые я выполнил, и я, честно говоря, там, на мой взгляд, перешёл черту дозволенного, всё равно получилось очень хорошо, получилось лучше, чем столько, получился апгрейд. Но вам разумную достаточность, скажу, такой баланс, при котором лучше будет, наверное, скорее всего, остановиться. Особенно новичкам, которые не особо искушён в рукоблудии таком. Так вот, сначала хотел сказать, показать вам штатный кабель. Штатный кабель, хочется сказать, штатный шнурок. Он просто настолько шнурок, что кабелем это тяжело назвать. Визуально это всё очень красиво, эстетично, удобно, удобно с большой буквы. Такое всё лёгенькое, даже коннекторы не ощущаются, как будто они, что из металла сделаны. Вот, интересно. Двухконнекторное подключение, 3,5 разъёмы. Класс. Удобно, но настолько тоненько, и он настолько живой, просто вот можно разрезать и действительно сделать из него шнурки. Я для контраста положил здесь iVipQ44. Замена кабеля, конечно, даёт свой эффект, и выбор источника даёт свой эффект, потому что, ну, полноразмерные наушники, несмотря на низкий импеданс, 32 Ом, а чувствительность хорошая, 110 дБ, всё-таки они откликаются всё равно хорошо на смену источника, чем мощнее источник, даже несмотря на то, что они там придушены и примутнены, наушники хорошо реагируют на мощный источник. Ну, есть некоторая такая, знаешь, как псевдопрозрачность. Деталей больше, потому что он более высококачественный источник. Ну, и за счёт атаки, динамики, панча, удара, вот, идёт за счёт акцентов на высоких частотах, какие-то большие активности, динамики, как я сказал, идёт восприятие, более живое такое восприятие музыки. Поэтому смена кабеля, в принципе, оправдана. Ну, а если делать мод, то она обязательна. Не просто оправдана, она обязательна. И вот хочу показать АВИП-Q44. Я уже как-то показывал. Ссылку в описании, конечно же, оставлю. Это мой кабель от Луанов. Я заказывал на АВИП-Кьюстор. Ну, посмотрите на эту красоту, на эту прелесть. Это просто бомба. Ну, я не знаю, я просто балдею. Ну, то есть, функционал функционалом, но ещё эстетика, внешний вид просто потрясающий. Это АВИП-Q44 удвоенного сечения. Я просто попросил у производителя, говорю, можно мне сделать не 4 жилы, а 8, так и будут полноразмеры. Они сказали, да, какие коннекторы, какая длина, всё заказал, всё мне сделали под мои задачи, хотелки сразу с 6.3 разъёмом, потому что я, как правило, использую либо портатив, что-то из X-Duo, или же стационар, который тоже идёт с выхлопом 6.3. Вот, кстати, мой бейсик на 44.90, уже с лейбочкой, модбай чернов. Все мои устройства, которые модены, теперь будут с наклейками и серийными номерами. Вот такую вот красоту мне подогнал один из подписчиков, автор торговой платформы Мурахи. Ссылку тоже в описании оставлю. Вот, поэтому, вот такая вот красота, такой вот прогресс. Теперь, друзья мои, вот такие вот наушники поближе посмотрите, вот как это вот в бытовом использовании, вот там цепляется что-то там, разный мусорок, там перхоть, такая вся мелочь. Смотрите, это уже далеко не стоковое состояние, это уже моденое. В стоке было здесь, понятное дело, прикрыта тряпочкой и в этой модели, как и в АТЭНах, как и в Элитах, вот центральный колпачок, он тоже был такой, прикрыт синтетической тканью, вот здесь, что вообще оглушило и так бедные, высокие частоты. Ну, а так вы не бойтесь, вы срезаете, снимаете эту тряпочку, повредить никак не получится, не переживайте, кто-то говорит, а будет мусор попадать там, ну, пускай попадает, тут нет открытых, ну, зазоров, никакой тут поверхности нет, между катушкой там направляющей ничего не попадет, никакого механического заедания не будет. Не переживайте, берите от жизни все и пускай в нормальных, даже в экстремальных режимах работает ваше оборудование, но вы будете получать максимум возможного от вашего сетапа. Не надо ходить на компромиссы, любите, уважайте себя и живите полной жизнью сегодня и сейчас. Вот так хочется вам сказать. Поэтому, как это все делается, к чему я пришел? первое, наперво, после покупки, ты сразу уберешь много муки и даже выиграешь по низким частотам, вот часто говорят, я вот хочу больше низких частот, когда тряпочку снимешь, а вдруг будет ярчить. Абсолютно ярчить не будет, тут вообще нечему ярчить, даже на полу, не полуголах, а на полностью уголых динамиках ничего ярчить не будет. Просто ты берешь амбушюрку, вот так вот выворачиваешь, вот так просто выворачиваешь, вывернул, вот, вывернул. И потом берешь маникюрные ножнички и тут по периметру срезаешь просто ткань. Просто срезал ее и все. И все окей. Назад потом все это вернул, заправил назад, амбушюры установил и это первый, первый и очень эффективный шаг мода. Очень эффективный шаг мода. Даже я вам рекомендую поэтапно делать, набираться этого опыта, потому что он такой, ну, очень ценный будет. А потом уже вторым шагом снять вот эту тряпочку, которая вот здесь вот наклеена и вы посмотрите, что несмотря на вот эти миниатюрные размеры, казалось бы, акустически прозрачную, ну, или как бы хотя бы визуально прозрачную ткань, она, ну, когда убираешь, насколько звук гармонизируется, правильно пропорция приходит и количественно высокие частоты, вот они, прям ты чувствуешь, что на всех частотах идут правильные окончания. Вот это прошу обратить внимание. А когда говорят, что на амбушюрах акустически прозрачная ткань, ну, тут вообще бред сумасшедшего, тут вообще никакая не акустическая ткань, 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 которая динамику глушит. Я тебе говорю, когда срежешь ее, у тебя не просто прозрачность появится, ну, повысится, скажем так, придет хоть какая-то прозрачность, но и низкие частоты начнут дышать, просто начнут дышать за счет того, что будет движение воздушных масс, а не заперто, и за счет чего оно раздувается. Хорошо, дальше. Кстати, я вот говорил недавно с отступления, такое сделаю насчет вот этой ткани. Я говорил, что производитель ткани цепляет больше для предохранения, нежели для акустического тюнинга. Я разговаривал на днях, беседу имел практически два часа с производителем нашим из Харькова, с Игорем, автором наушников Verum, планарных наушников. Так вот, я ему задавал вопрос, что насчет вот этой ткани на амбушюрах? Он говорит, ну, конечно, ее надо ставить, потому что мало ли у людей там ветки из ушей торчат, там, ну, перхоть, всякая такая ерунда, там, сколько два микрона идет мембрана. Говорит, ну, не очень хорошо, если кто-то будет попадать. И он говорит, это именно, ну, как, предохранение от механических повреждений и засорений. А говорю, а как ты выбираешь эту ткань? Он говорит, брал микрофон, именно набирал разные ткани и через ткань прослушивал и выбирал максимально акустически прозрачную. Но в таких моделях, в бюджетных, да, я думаю, и не только в бюджетных моделях, я не думаю, что компании слишком уж заморачиваются, во всяком случае, китайские. Поэтому на Black Hole однозначно рекомендую к срезу. А нашему производителю Игорю, ну, просто респект, заморочился и уделил этому внимание. Просто класс. Хорошо, откручиваем 4 винта, 2 было уже откручено. Вот здесь вот эта тканюшка, она была белого цвета. Я просто взял обычный, как там, перманентный маркер черного цвета, пропрошелся, буквально занимает, ну, 5 минут на оба наушника потратишь. Вот такой прекрасный внешний вид получается. Вот, такая полная кастомизация. Здесь мы будем аккуратны. Покажу вот динамик. Вот динамик. Это в том виде, в котором он у меня получился. Я поменял еще проводку. Я поставил вместо штатной проводки. Вам это не обязательно делать, если, ну, есть какие-то опасения, нет материалов и штатной проводки хватит. Но я поменял на полквадрата по сереблянку в тефлоне. Смотрите, здесь корзина была полностью задемпфирована. Здесь магнит, ну, прикрыт магнит. Он, видать, еще не очень мощный по сравнению со старшей моделью. Да, но не так сильно, например, я помню, как Луан и Модил зазевался, там, как подтянуло мне, я думал, пробью и это, диффузор. Там очень мощный магнит по сравнению вот с таким. Но бюджетная модель, на то она и бюджетная. В Сенхайзерах, кстати, 560-х был не мощней магнит, скажу так, в оправдании данной модели. Смотрите, здесь была полностью заклеена бумагой корзина, полностью. И центральное отверстие на катушке, но на магните было тоже заклеено бумагой с маленьким отверстием. Говорю, амбушюры срезали, тряпочку вот здесь сняли, следующий шаг. Порекомендую вам прогреть просто феном, чтобы можно было назад в случае чего вернуть. Вот, там самоклеющий такой слой. Нагрели феном эту бумажечку, взяли просто пинцетиком аккуратно, сняли и собрали, и послушали. Вот это мне дало очень крутой прирост по глубине сцены. Просто капец, я мучился, у меня уже был полностью там раздемпфированный, я уже чего только не пробовал. Но чувствуется, что вроде объемно и масштабно и крупно, но как-то сдержанно. И потом, когда я снял вот эту бумагу, не всегда это работает, далеко не на всех наушниках. Говорю, каждый наушник индивидуальный. Но здесь, когда я снял эту бумагу, ну просто как разнесло все, не раздуло, оно и так тут все достаточно смазано, мутно звучит. Хуже не стало, такая пропорция, пришли какие-то акценты, каждый источник звука зазвучал со своей энергией, просто потрясающий эффект было снятие вот этой бумажки. Но раздемпфировал это я уже вынужденно. Вам не рекомендую так делать, мне пришлось это фиксить вон куском там синтепона, чтобы не было излишних переотражений. Вот, это уже мой тюнинг, можете не особо обращать внимание. В общем, когда здесь бумагой полностью задемпфирована, конечно, звук укорочен, сдержан. Я вам рекомендую брать иглу и вот взять, сделать хотя бы два отверстия в этой бумаге. Вот, например, на этом отверстии возле пайки и диаметрально противоположное. Просто берешь, там иголочкой проткнул и там, ну и так хорошенько его сделать, чтобы хотя бы там, ну, хотя бы миллиметр было отверстие там и там дать динамику дышать. И это будет уже великолепный тюнинг, великолепный тюнинг. Я вам говорю, если вот это вам не понравится, как вы всегда можете вернуть назад приклеить. Оно там на самоклейке будет. Все, аккуратно потом собираем, ничего там не отрывая, надеваем амбушюры и наслаждаемся новым уровнем звука. Оно у меня, потому что я там демпфер оторвал, а он уже не на самоклейке вернуть не хватило. Я уже отталкивался от того, что я имею. У меня получилось. Оно смазано, мутно, раздуто, низ наползает на середину, мутит. Но это совсем, совсем другая муть, чтобы вы понимали. То есть, муть, когда акустическое оформление плюс динамик, так, ну, как-то вот не особо справляется. Был бы магнит помощнее. Наверное, было бы поинтересней. Но, все же, вот эта мутность из-за акустического оформления, из-за возможностей динамик, она совсем по-другому воспринимается, чем когда у тебя полностью закрытый, задушен динамик. Там вообще просто, ну, ночь. Черная дыра, в прямом смысле слова. Поэтому, не бойтесь, берите в руки карандаш, начинаем вечер наш. Берите ножнички и пошагово, вот так, не спеша, не делайте все сразу. Это очень интересно, увлекательно и подарит вам такой полезный, незаменимый опыт. Но я надеюсь, моё видео было интересным, полезным, конструктивным. Пишите отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я думаю, впереди у нас ещё много и просто обзоров очень милых ручек. Вот. Всех благ.